Алена задает от Франкфурта, часто задается вопрос, от чего зависит срок жизни разных людей? Ведь достаточно рано порой умирают и замечательные люди, и подлые убийцы. С точки зрения созревания души, возможно ли, что в этом нынешнем воплощении первые души уже высоко поднялись, а вторые безнадежные, их забирают для нового рождения? Да, я вам скажу, что это относится к кругообороту душ. Никакого расчета с телами не производится. То есть это замечательный человек или убийца? Нет, в нашей жизни в эгоистическом воплощении, ты можешь быть хорошим среди людей, плохим среди людей, но в эгоистическом выражении это не имеет значения. Весь расчет только настроен на систему, оптимально привести ее к полному исправлению. И поэтому речь идет только о душах, о реализации человека в душе. А тело ему дано для того, чтобы он в свободе и воле своей поместил себя внутрь этой души, то есть внутрь связи с другими, в полную отдачу и любовь. Если он это может сделать, он находит свою душу. Тогда с ним расчет, естественно, каждый раз в соответствии с его состоянием, в каждый настоящий момент. А если не находит, то, естественно, дается ему определенное количество времени произвести по свободе воли включения в общий социум, в духовный, может быть, даже в мир. Если нет, то забирают эту возможность. И все идет на следующий круг. Будут другие возможности, будут другие обстоятельства. И та же практически его душа, то есть тот же духовный ген, он воплотится, но уже в другой оболочке, с новыми данными, в новой среде. И даст ему возможность все-таки свою эту миссию реализовать.